Всем привет! С вами Алекс и сайт RMPC.by В этом видео хотелось бы рассмотреть Как сейчас относится Геймерское сообщество, некая выборка К последним новостям с метро Исход, потому что, как мы знаем, буквально Пару дней назад, во-первых, разработчики Добавили защиту Dino Сейчас мы посмотрим, кстати, по голосованию Что после такого хода думают геймеры И как отразилось вот это на их Желание купить-не купить игру Как вообще чувствуют себя разработчики То есть считают ли они, что Far Cry New Dawn Который тоже будет, в принципе В аналогичном сеттинге постапокалипсиса Некого такого, в тот же день выходит 15 февраля, что не является Far Cry для них конкурентом вообще И что, кстати Журналисты после такого детального Можно сказать ознакомления с игрой Тоже думают по игре, очень много интересных Каких-то моментов, но не забывайте Что я всего лишь пытаюсь Отталкиваться от фактов каких-то То есть я уверен, что игра Будет хорошая, замечательная Но любопытно, что сейчас по нюансам И что нас вообще ждет Потому что игра планировалась Как знаете, даже некий такой технический Рывок, толчок с трассировкой лучей Но как мы видим, видеокарты вообще не стрельнули Серии RTX И сейчас что вообще собой представляет Метро, что она может дать Так ли вот крепки ее позиции Давайте смотреть Во-первых, будем отталкиваться от опроса Смущает ли вас использование Динуво в Метро Исход Этим разработчики добавили Игроки активно обсуждают Отнедрение динуво в Steam сообществе Метро Исход Одни называют использование системы защиты Необходимым злом Другие считают, что разработчики Метро Исход Придали фанатское сообщество Потому что, вспомните Издатель вообще говорил Что не будет добавлять И вообще То есть Эта команда А4 Games Является фактически Такой народной Близкой серии Соответственно Поэтому, почему разработчики Не пошли вот по пути Ninja Theory Как с Hellblade И не были на короткой ноге Так сказать С игровым сообществом И не сказали Мы не ставим защиту Пожалуйста, смотрите Рассматривайте То есть, насколько мы Глубокий проект сделали Но Разработчики Метро Исход Видимо, не так уверены в себе И решили полагаться Не на фанатов Потому что у Метро Ну, столько фанатов Что многие просто сказали Что Сталкер нам не нужен Дайте хорошее Метро Все То есть, как можно было Не полагаться на игровое сообщество Сейчас будем смотреть И они, кстати Негативно влияющие На производительность То есть, сказали Что негативно влияет защита Поэтому от этого не уйти В итоге, что опрос показывает Выборка такая небольшая Где-то Ну, до тысячи человек Но тоже Можно смотреть В какое направление Думает вот именно Геймерская сообщество Что думаете насчет ДНО В Метро Исход Все равно И в любом случае Куплю Только 10% Куплю, но расстроен ДНО влияет на производительность 16% Самое большое Смотрите, половина Передумал покупать Из принципа Подожду взлом То есть, видите Игроки тоже Ощущают вот это вот отношение Я не говорю Что все огромное сообщество Именно так поступит Но немалый процент Именно вот так Начал думать Прикиньте 50% из выборки Это неплохо Игру Долго не могут взломать Это плохо Игру долго не могут взломать То есть, соответственно Да, многие ждут Как бы покупать не будут Это хорошо Авторы больше заработают Ну, 5% Только так считаю Все равно Я не собирался играть И что-то такое Ну, на консоли Кстати, консоли Сейчас коснемся По итогу Примерно половина игроков Крайне отрицательно Это восприняло Ладно Это первый такой Камешек в огород Опять же Это просто вот Мнение, понимаете Игроков Я просто зачитываю И анализирую мнение Дальше из любопытного Что Сами разработчики Метро думают Топ-менеджер Дипсильвер Открестился От сравнения Метро Исход И Far Cry New Dawn То есть Они же выходят в один день Соответственно Не конкурент Ну, здесь отмечают Что игры вообще Совсем разного уровня Мы настолько уверены Что Игра уровня Horizon Zero Dawn Или Ведьмак То есть Ну, такие вот Серьезные такие вот Намерения Вопросов нет Вполне так все может и оказаться Я что Ничего такого Но дальше Что любопытно Что же отмечают журналисты Которые уже ознакомились с игрой Давайте посмотрим Потому что это было Вот уже неделю назад Потом они уже Сливали информацию Много различных журналистов Много мнений Хотя в целом Метро исход произвел на журналистов Очень приятное впечатление Ну, конечно же Их же пригласили Не может И там сразу Прямо и нагадить Им так обдристать Так сказать Авторы Но Авторы нескольких обзоров Обозначили проблемы Встретившиеся им Во время исследования Обширных уровней И прогулок По узким подземелям Наполненными пауками Ну, то есть Как вы знаете И есть некоторые издания Которые всегда ставят Там 90-100% И не важно Что за проект Но Нам важно Понимаете Вот именно Знать о чем Потому что Что игрок покупает Потому что деньги не слабые Особенно для СНГ Геймеров Из СНГ По всей видимости Большие уровни В Эксодас Невозможно Или почти невозможно Зачистить полностью И враги продолжают Респавниться Причем Будут делать это Достаточно регулярно То есть Ну, как в Фар Край 2 Тут отмечают Что поиграли Возвращаются Опять-то мутанты Ну, это тоже Как-то понимаете Совершенно не новый уровень Как-то немножко странно Но посмотрим При беглом взгляде Мир выглядит Очень неплохо Но если рассматривать детали И на некоторое время Задержаться То можно обнаружить Шероховатости Например, станет ясно Что поведение монстров Регулярно повторяется Встречается Встреченная с журналистом РБС Собак Мутант Проигрывала одну И ту же патрульную анимацию Каждые 2-3 минуты И это Даша Сейчас по открытому миру Мы же знаем Что разработчики здесь Будут немножко экспериментировать Помимо подземелья Будет еще много Открытых локаций И это хорошо И это замечательно Я только за Но в том-то и дело Что многие тут пишут Что все, что на поверхности Это в общем-то И спорно И с наполнением И вообще там делать Фактически нечего На поверхности То есть Ну давайте сейчас коснемся Так, ладно Значит Ну вот здесь по геймпадам Кстати отписывают Что журналисты Что с геймпадов Вообще очень плоховато Игра работает Ну заметно хуже Чем с PC То есть игра делается Под ПК В основном видно Так, это вот Дальше У обозрятеля Претензии Общий план На открытых пространствах Противники время от времени Будут вести себя странновато То есть искусственный интеллект Тоже говорят Что очень слаб Например Они способны случайно Подстрелить своих соратников Иногда занимают позиции Открывающих для огня Ну то есть Тупые болванчики Соответственно Зачем открытая территория Открытый мир Когда Искусственный интеллект Слабоват На поверхности Это уже не метро А мэдмакс Какое-то И непонятно что там делать Потому что квестов нет Но это Я не говорю что это минус То есть Историю могут подавать В другом Более таком взрослом плане Так сказать Серьезном Вполне возможно Но на поверхности Только полюбоваться Какими-то вот Пейзажами Фактически Потому что Ну тут Отмечают что Респавн Тупой интеллект И Анимации И все И смысл на поверхности Особо Стирается Что там делать Даша Ну к счастью Еще есть Подземные области Да Потому что на поверхности Как тогда отметили Слабоватым Даша Однообразность Приморского края Но это я сказал То есть на поверхности Очень как-то так Ну не за что Уцепиться Что прям что-то новое Даша Нет никакой стимула Охотиться на мутантов Из них не выпадают ресурсы Или полезные предметы Да более того Здесь даже говорят Ну модели Анимации тоже говорят Тоже слабовато Как для проекта Такого уровня То есть Охотиться на поверхности На поверхности Особого смысла нету Проще обойти Каких-то мутантов Зомби Ну не зомби Мутантов И идти дальше С одной стороны Это хорошо То есть чтобы не было тира Возможно это только плюс Но фактически Что вы будете там Прям выживать И как-то заниматься Ну нету Нету стимула Чтобы там на поверхности Как-то изучать Что-то проще обойти Потому что ничего с них не падает Патронов мало И все дела То есть Ну тут Вообще проблем Фактически Таких каких-то сторон Интересных Очень много То есть на поверхности Не за что зацепиться Технологии тоже Как бы говорят Тем более добавляют защиту То есть Тем более того Системки тоже еще не выкатили Уже фактически Ну не фактически Меньше месяца Системок нет То есть ждут Игроки пишут Ну как Что там по системкам Сейчас как бы Влупят там Порции в минималках Непонятно какие Понятно будет Что за оптимизон Тоже Тишина пока Ну то есть Вот такая вот ситуация Более того Говорят типа Ну что нам там С Far Cry тягаться То есть Far Cry Это вообще типа Не наш уровень Да только мы посмотрим А Far Cry По крайней мере 5 Был бестселлером За 2018 год То есть Ну в топ 5 попал Проектов Которые вот Ну просто Разорвали фактически США Рынок А это самый крупный Самый такой вот Приоритетный Можно сказать По продажам Зачастую И Far Cry 5 И это аддон Который уже хорошо Разрекламирован И так далее И это главное для них Ну то есть Что за Что за такое Я не могу понять Чувство возвышенности У разработчиков С чего? Вы добавили защиту То есть Ну так сказать Игроки Немножко подумерили пыл То есть Уважение И что На основе чего У вас такое вот Сейчас Самомнение завышено Непонятно То есть Вот такая вот ситуация То есть Добавили защиту Непонятно Что с игрой творится На поверхности Журналисты говорят Слабовато все Ну в подземельях Более или менее То есть фактически Что в итоге игра Чем Какие плюсы серьезные Ну да Это метро Я буду рад Что все это будет Выглядеть на достойном уровне Ну что-то где-то просядет Но честно говоря Сейчас если посмотреть Я даже не знаю За что ухватиться То есть Ну конечно Я не в курсе Не играл Все дела Игра еще выйдет Но люди уже играли Журналисты И отметили слабые стуры А не как у всех Обычных проектов Соответственно Вот такая вот ситуация По метро И еще даже посмотрим Что будет с защитой И как это Дальше Геймерское сообщество Будет реагировать Все Продажа Даши Следит за этими Интересными новостями Посмотрим что к чему Перейдет в том числе С метро Потому что одна из самых Ожидаемых игр этого года Надеюсь у нее все получится Но ситуация такова Все Все ссылки в описании В том числе в описании Будет ссылочка на группу ВК В которой вы всегда можете Задать различные вопросы Получить советы По ПК Играм и так далее С вами был Алекс И сайт Rempc.by Спасибо за просмотр